Здравствуйте! Вот под этой вывеской кисельные растворы, знаете, о чём пойдёт речь? Вот о чём, о коллоидных растворах так называемых. Дело в том, что кисель, то есть нечто сделанное из крахмала, это и есть коллоидный раствор крахмала. Значит, коллоид – это что-то там, название вот это вот придумано и составлено от греческого слова, наверное, древнегреческого, которое обозначает клей. Действительно, клейстер, так у нас ещё называют крахмал, разведённый в воде, то есть тот же самый кисель, это замечательное клеющее средство, раньше им обои всегда клеили этим самым клейстером. Вот такие вот дела. Вот так вот, что ж такое коллоидные растворы? Дело в том, что растворы бывают всякие. Вот представьте себе такую ситуацию. Натрий хлор, если вы растворяете в воде, или какую-нибудь другую диссоциирующую в воде соль, кислоту, что ещё там бывает, щёлочь, диссоциирует она, да? Она превращается, это, значит, растворяющее вещество, разбредается, делится на ионы положительные, отрицательные. Каждый из этих ионов в окружении шубы полярных молекул растворителя. Ну, или, например, воды. Да, вот вода является, так сказать, полярным растворителем, самым популярным распространённым. Есть и другие полярные растворители, кстати говоря. Ну, так вот, вот это вот и есть, значит, называется электролиты. Такие растворы, они проводят электрический ток, потому что заряженные частички свободно движутся, каждая в свою сторону. Раз. Второе. Значит, есть раствор, называется он, так сказать, молекулярным. Там не происходит деление молекулы на ионы, ну, распад, диссоциация это вообще-то называется. Диссоциация молекулы, да? Вот заметили, насколько термин диссоциация более загадочен и менее понятен, чем термин деления молекулы, да? Разделения молекулы, вот так. Ну, так вот, там диссоциация не происходит. Сахар растворяется таким образом в чае без образования, значит, отдельных ионов. Простите, спирт, простите за такую вот химическую подробность. То же самое, не диссоциирует в воде. Просто с ней растворяется. Растворы, причем, бывают всякие. Растворы бывают жидкости в жидкости. Спирт в воде. Газ может растворяться в жидкости. Замечательная вещь. Газы растворяются в жидкости. Если бы кислород не растворялся бы в воде, чем бы дышали рыбы и всякие прочие другие обитатели водных глубин. Вот так называется. Так, что еще растворяется? Бывают твердые растворы. Это, например, сплавы. Помните, мы говорили как-то раз с вами о сплавах металлов, как они отвердеваются. Есть твердая раствор... Кристалликов двух металлов, одновременно кристаллизующихся. Вот как. Есть иные растворы, настоящие растворы металлов. Вот, например, говорят, что золото и серебро друг в друге растворяются. То есть, они кристаллизуются вместе. Значит, вот они в перемешку, именно атомы перемешаны, а не маленькие кристаллики. Вот. Это вот тоже два вида растворов. Так вот, мы тут, значит, когда я вам напомнил про так называемую эфтектику и всякие прочие растворы металлов друг в друге, оказалось, что растворы металлов – это на самом деле в той или иной степени мелкая, тонкая смесь кристалликов разного рода. Оказывается, частички можно измельчать не до состояния, не до молекулки. Вот в молекулярном растворе – спирт в воде, сахар в чае – это вот атомы, то есть молекулы отделились одна от другой. Молекулы, каждая сама по себе плавает. Вот представьте себе кусок колбасы. Вот как делается этот салат. Колбасу берете, режете ломтиками. У меня вот тут на картинке показано, ломтиками режут, ну не колбасу, а какой-то предмет. Потом эти ломтики настрогать можно еще на палочке. Потом эти палочки еще измельчить. Вот так делается салат оливье иногда. Вот она была колбаса, правда, квадратная, разрезали на ломтики. Свойства ломтиков уже несколько другие, чем колбасы, правда? Вот. Еще колбасу измельчили, так можно жарить там, например, яичницу или вообще вот делать салат оливье, вот из мелких кусочков. Нужно сказать, что салат-то долго стоять не будет, в отличие от колбасы. Потому что поверхность очень большая получилась у этой колбасы. А с поверхности этих вот кусочков начнется их окисление. Микроорганизмы будут садиться и поедать, правильно? Так вот, свойства нарубленной, мелко порубленной колбасы, свойства колбасы вот в целой колбасе, как иногда говорят в, так сказать, батоне, некоторые так вот говорят про колбасу, они разные. Колбаса вот целиком, она дольше пролежит, чем вот так вот мелко нарубленная, нарезанная колбаса для салата, скажем, приготовленная. Почему так? Поверхность большая. На поверхности идут химические реакции. Так вот, тот же самый разговор можно затеять и о веществах на, так сказать, более тонком уровне, чем мелко порубленная колбаса. Значит, речь идет вот о чем. Если мы будем делить вещество на частички, ну, скажем, содержащие примерно 10-18 степени атомов, да, это будет еще просто грубая, достаточно грубая измельченная смесь. Эти частички будут составлять, скажем, размер десятой доли миллиметра. Ну, понятно, это вот десятая доля миллиметра, это, так сказать, мелкий песок, да, вот так вот. Мелко что-то такое измельченное. Можно продолжать это мельчение, мельчить, мельчить и мельчить, все тоньше, тоньше и тоньше. В конце концов, вот есть такой предел некоторый, это примерно, значит, давать так о размерах, скажем, про миллиметров все понимают, да, линейку с миллиметрами знают. Одна тысячная миллиметра, то есть, одна миллионная метра, да, понятно, миллиметр – это тысячная метра. Одна миллионная метра, то есть, тысячная доля от миллиметра называется микрон. Микрон еще можно разделить на тысячу частичек, это будет называться нанометр, то есть, одна миллиардная доля метра. Так вот, частички размером где-то в 300 нанометров, то есть, 0,3 микрона, исчезающие маленькие частички, Их еще можно разглядеть в микроскоп. Их можно разглядеть в оптический микроскоп на пределе, так сказать, разглядываемости, потому что здесь размер этих частичек примерно совпадает с длиной волны того света, который мы еще видим. Вот так где-то. Вот такой вот. Дальше уже будут трудновоспринимаемые частицы, значит, уже меньше длины волны, и их уже нельзя будет разглядеть в микроскоп. Вот такая вот ситуация с ними происходит. Так, а что с ними будет дальше происходить? Очень открытые поверхности. Вся поверхность состоит из разорванных химических связей. Ведь тело, которое удерживается вместе, кусок, не знаю, картона, я поглядел на книжную обложку, кусок картона, кусок, да, в общем-то, даже и колбасы, удерживается в таком целом состоянии химическими связями между отдельными его составляющими, между отдельными молекулками. Клей склеивает между собой две части, какие-нибудь там переплеты книжного, да, вот он осуществляет эту связь между двумя разделенными поверхностями, да, между ними вот эти химические связи он собой заполняет. С одной стороны прилепился, с другой стороны прилепился, да, к одной склеиваемой поверхности, к другой склеиваемой поверхности. Почему? Хорошо, говорят, требуют перед нанесением клея тщательно очистить поверхность от загрязнений. Там спирт рекомендуют применять, всякие другие растворители, вот, смажете, прижать, да, чтобы клей мог к одной стороны приклеиться, то есть соединиться с химическими связями к другой стороне. Вот так. А вот мелко измельченное вещество – это сплошной праздник жизни какой-то, вот, мелко-мелко измельченное вещество. Кстати, мелко измельченное вещество может иметь еще разную форму. Есть, конечно, вещества, которые как ни мельчи, ну, например, сахар, попав в воду, он растворится, или соль поваренная, попав в воду, она все равно растворится, еще и продиссоциирует в воде ионы натрия, ионы хлора. А вот есть такие вещества, которые в воде диссоциировать не будут, они будут, говорят, набухать, они будут, вот, так сказать, составлять некую такую смесь. Вот, например, тут всякие такие частички, коллоидные частицы, вот они, такие вот шарики какие-то, да, видите, маленькие-маленькие шарики одинакового размера, взвесь их в воде. Эти шарики окружены шубой из молекул воды, из молекул растворителя. Эта шуба из молекул растворителя не дает им слипнуться друг с другом. Вот она их отделяет. Вот это как раз набухание, клейкость вот этой как раз и обусловлена тем, что, ну, ширина, толщина шубы, разделяющая частицы друг от друга, достаточно мала, да, но для разных веществ это по-разному. Есть волокнистые такие вот коллоидные частицы. Вот, кстати, крахмал относится к ним, такого рода волокнистым коллоидным частицам. Есть коллоидные частицы, так сказать, лепестки из себя напоминающие, вот они, лепесточки такие вот. Эти лепестки, они, ну, вот, например, такого рода пластинчатые, значит, объекты иногда входят в состав жидких кристаллов, что называется, да, вот такого рода вот пластинчатые частички, пластинчатые объекты такие вот, да, коллоидные частицы. Значит, коллоидные смеси бывают самые разные. Значит, это я вам сказал, когда мы добавляем, что мы добавляем? К растворителю, значит, какое-то вот вещество, которое в нем не образует молекулярного или ионного раствора, да. Кстати говоря, так сказать, сахар можно добавить, скажем, к бензину или к керосину или к дизельному топливу. Он там не будет образовывать молекулярного раствора, как в воде. Соль, натрий, хлор, то же самое. Они там будут образовывать коллоидные растворы, это вот липкая тягучая смесь. Помню, значит, в действии смотрел такой фильм, французскую комедию о розине, и, значит, очень важный момент был, когда этому самому розине добавили в бензобак кусочков сахара. Сахар из бензобаки превратился в коллоидный раствор. Этот коллоидный раствор, такой клей с сахаро-бензиновый забил, ему бензопровод, и машина, естественно, встала. Вот такая вот история. Вот он, коллоидный раствор сахара был, да. Так, это в жидкости коллоидный раствор. Есть коллоидные растворы всего в чем угодно. Значит, это твердый материал в жидкости, поговорили. Есть, значит, газообразный материал в жидкости, это пена называется. Пена. Есть жидкость в жидкости. Жидкость в жидкости, это называется эмульсия или суспензия, в зависимости от того, что там, значит, смешали. И в эмульсии, нет, суспензия это все-таки твердое в жидкости, нет, суспензия, беру свои слова обратно, суспензия это как раз мелкие частички, взвешенные в жидкости, мелкие частички твердого вещества. А вот эмульсия это как раз, скажем, масло в воде. Очень мелко-мелко, так сказать, диспердированное масло, смешанное с водой. Называется эмульсия. Эмульсия, кстати говоря, является коллоидный тоже раствор, вот так надо называть коллодий. Это фоточувствительный слой обычной кинопленки. Вот он, значит, из себя представляет вот такой вот коллоидный раствор, уже отвердевший. Коллоидный раствор, значит, наполнителя светочувствительных кристаллов в эмульсии, в которой он растворен. Вот. Вот такая вот, значит, вещь. Есть твердые вещества, в которых растворен газ, газообразный материал. Это называется так. Не совсем, что он растворен, там, газ. Это очень тонко содержащее, вот оно, твердое тело, в котором много-много каналов. Вот, пожалуйста, это можно тоже воспринимать себе, как некий вот такой вот раствор газа в твердом теле. Причем газ оттуда легко, оттуда не выгонишь. Вот, например, характерный пример такого раствора, активированный уголь. Этот активированный уголь очищают от, значит, растворенных, там, газов в этих вот каналах, и потом можно его использовать, скажем, для очистки, там, ну, хотя бы того же самого воздуха от вредных примесей. В противогазах это используется, да. Вот эта вот частичка называется, ну, вот, пожалуй, да, это пузырьки воздуха между пленками воды, да, так вот тут изображено, да, попытка изобразить. То есть смесь воздуха с водой, пена, говорили про это дело. Есть смесь твердого вещества, в котором, значит, растворена жидкость. Знаете, что это такое? Замечательная вещь, это называется жемчуг. В жемчуг, жемчуг это в твердом веществе растворены мелкие-мелкие, значит, частички жидкости. Это вот так вот образуется замечательный жемчуг с таким вот замечательной окраской, вот. Он, кстати, слоистый жемчуг, есть специальная такая профессия, называется он жемчужный доктор. И вот жемчужный доктор, значит, гадает, как бы, на какой слой жемчужину лучше открыть, да, вот такая вот есть. Может быть, не надо глубоко копать, наружный слой может оказаться самым красивым и хорошим. А может, где-то внутри что-то быть. Ну, это ладно, это вот как раз разные слои, разный там вот такой вот раствор. Кстати, твердые тела в твердых телах растворены бывают. Вот так, в таком виде, в виде вот такой вот, ну, по сути дела, твердого коллоидного раствора. Я не совсем, так сказать, корректно это называю, но вы меня, надеюсь, простите. Вот, твердый коллоидный раствор, это, например, всякие аполисцирующие объекты, да, опал, знаете, такой камень. Вот, молоко аполисцирует, молоко это тоже коллоидный раствор частичек жира и белка, значит, в воде. Вот это что такое молоко, то есть, тоже, значит, коллоидный раствор. У коллоидных частиц есть еще одни прелестные свойства. Они могут друг с дружкой взаимодействовать и ориентироваться, да. Вот тут вот возникает еще один такой разговор о поверхностно-активных веществах. Вот поверхностно-активные вещества, добавленные в жидкость, да, они меняют ее поверхностное натяжение. Они заполняют поверхность жидкости собой, своими частичками. И, ну, как вам сказать, насыщают ее энергией. Поверхностное натяжение из-за этого, оно, значит, изменяется. Вот тут всякие нарисованные комбинации, как это друг с другом коллоидные частицы ориентируются. То хвост к хвосту, то голова к голове, вот они по-всякому, может слепаться всякие группы, да. Ну, вы, если, вот я клеил, часто бывало обои этим самым клестером, то есть, картофельным крахмалом, разбавленным в воде. И вот в них иногда, вот это просто рукой, можно было вот эти вот сгустки, вот как раз так вот сориентировавшихся молекул крахмала, можно было вот там вот и нащупать. Кстати говоря, в конце 19 века, в начале 20-го, чуть не было сделано открытие. Ну, чуть не было сделано, значит, вот ошибочно чуть не было сделано открытие. Открытие нового принципа разделения веществ на разные категории. Мы придумали так, есть, говорит, кристаллиты и есть, говорит, коллодии. Вот есть вещества, которые из раствора при высыхании раствора кристаллизуются, образуются кристаллики. Ну, вот сахар, соль, да. А есть вещества, которые образуют при растворении вот эту вот коллоидную смесь такую вот. Это пришлось отвергнуть эту идею, потому что образование коллоидной смеси или истинного раствора зависит от растворителя. Сахар тот же самый или соль поваренная. В воде они прекрасно растворяются, а в бензине и в керосине они образуют коллоидную вот эту вот кашу. Вот так вот. А это, кстати, был в свое время опыт проведен, с помощью которого и была, собственно говоря, попытка разделить вещества на две разных таких вот категории. Ну, и действительно, они разделяются в данном растворе. Вот он, раствор, плавает себе, спокойно булькает. В растворе помещена, ну, тут нарисован как некая пробирка. На самом деле это, так сказать, мешок из мембраны. Тоненькие-тоненькие отверстия мембранные, да, мембрана. Значит, всякие роды фильтрующие объекты бывают разные, в том числе и с очень маленькими отверстиями, которые коллоидные частицы, то есть вот эти вот молекулы коллодия, большие они, они их не пропускают наружу, да. Они их не пропускают, а наружу выходит только, значит, тот раствор, который, значит, может кристаллизировать. Тот действительно молекулярный раствор и раствор, который называется, значит, ионный раствор, там, где диссоциация произошла, да, понимаете. А вот всё остальное, вот оно остаётся здесь, вот эти вот мелкие-мелкие частицы, сгустки молекул, которые не превратились в молекулярный раствор, вот они внутри остаётся. Это, видите, такая маленькая самодельная центрифунг конца 19 века. Вот тут вот, значит, вот крутится колесо, его ремённая передача какая-то приводит в положение, значит, его вращение. Ну, вот она, а тут промывают водой потихонечку этот раствор. Вот такой вот опыт позволил когда-то обнаружить, чуть не сделать такое вот великое открытие. Но великое открытие не состоялось. То есть, открыли не два состояния, не два типа веществ, а, собственно говоря, два типа растворов, в которых это вещество бывает, что, собственно говоря, мало чем отличается. А вот это вот наличие коллоидного раствора, вот такой вот коллоидности, да, факта существования, позволяет делать совершенно замечательную вещь. Называется это хроматография, хроматограф, слышали такое слово? Хрома – это, значит, цвет, да? Кстати говоря, изобрёл, открыл эту фотографию, я очень удивился, человек по фамилии Цвет. Вот она называется хроматография. Так вот, делается это следующим образом. На поверхность вот эта называется хроматографическая колонка, да? Хроматографическая колонка содержит, по сути дела, частички вот того самого вещества, которое в растворе будет образовывать коллодий, да? Коллодий, коллоидный раствор, да? Он будет взаимодействовать с растворимыми частичками. Сверху плеснули немножечко смеси, которую хотят разделить, выделить в ней разные вещества. А вот тут, видите, два вещества. Одно такое, тут чёрными большими точками, а другое маленькими такими точками обозначено. Видите? Вот, два таких там, смесь двух веществ. И начинает промывать растворителем. Растворитель начинает эти вещества нести внутрь колонны вот этой, и отсюда вытекать. А несёт он их с разной скоростью. Оказывается, мелкие частички вот эти вот к частичкам коллодия вот этого, коллоидного, ну, короче говоря, к наполнению хроматографической колонны прилипают быстро, да? Вот. А частички потяжелее, они пролезают дальше, проходят. Это вот такое движение происходит. И растворитель разделяет их, да? Вот, они причём хроматографии, потому что они окрашивают раствор. Это вот хорошо, это в хроматографической колонке, значит, заполненной, значит, вот этим вот наполнителем делать такой опыт. И происходит разделение вот по слоям цветовым, да? Вот. Ещё такой термин газовой хроматографии, то же самое можно делать, оказывается, и с газами, подобные опыты. Вот. Это очень полезные и важные вещи. Я вам уже проговорился про то, что, значит, вещества, которые называют поверхностно-активными, вот те самые, что коллоидные частицы содержат, да, мыло, стиральный порошок, заметили, какие они мылкие, да? Заметили, как трудно бывает с рук стряхнуть вот эту вот мыльную воду, вот всё мылкой, 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 да, вот надо вот её как-то вот... Вот такая вот поверхностно-активная, значит, с поверхностно-активными частичками вода, с ростом концентрации этих частиц снижается поверхностное натяжение. Это коэффициент поверхностного натяжения, значит, только поверхностное натяжение. Это, ну, явление такое, оно больше, конечно, будет относиться к физике, если мы о ней заговорим. И выглядит оно следующим образом. Сила притяжения молекул друг к другу, да, на поверхности, скажем, воды, да, делает её, так сказать, капелькой. Вот жидкости с высоким поверхностным натяжением легко с рук стряхнуть, а не капельки образуются, да? Ну, знаете, ртуть, например, как легко отделяется от всего чего угодно, да? Так вот и вода, например, легко стряхивается, пока у неё высокое поверхностное натяжение. Достаточно добавить туда чего-нибудь мылкого, поверхностное натяжение снижается, вода растекается по коже, и её не отделить. Да, вот она всё это, вот, так сказать, мылкости остаётся. Тут вот показана концентрация, это с примеси, да, вот это вот для поверхностно-активных веществ, видите, как она быстро снижается, вот эта вот сигма, поверхностное натяжение, а это вот для неактивных поверхностных веществ, ну, какая-нибудь соль там поваренная, или сахар. Вот тут вот она не меняет, она даже несколько увеличивает поверхностное натяжение, и всё, с ростом концентрации, оно не меняется, да? Как же работает это самое пресловутое поверхностное натяжение? Дело в том, вот посмотрите, вот это вот концентрация и энергия, да, поверхностное натяжение откуда берется? Есть энергия поверхности жидкости, да, вот, вот тут такая вот характерная картиночка, я бы хорошо покрупнее посмотреть. Вот эта вот поверхность жидкости вся заполнена пленкой коллоидных частиц, мыльную воду видели? Вот это вот она, мыльная вода, тут ее поменьше, а тут совсем нет, да, и вот тут поэтому вот это вот, тут дальше сколько ни добавляя, уже ничего с энергией не изменится, вот, да, понимаете как? Она всю, всю эту поверхность залечила воды, вся поверхность воды залечена вот этими вот поверхностно-активными веществами. Тут лечение только началось, видите, лежат молекулы, положили хвостики, а здесь только вот все головах в голове и хвосты торчат. Вот так вот обычно, условно, достаточно, конечно, рисуются молекулы поверхностно-активных веществ, мыло, например, то есть всякие, вот, помните, у нас речь шла о жирных кислотах, о солях жирных кислот как-то раз, это вот они, они любимые, они из себя это дело все представляют. Так, в связи с поверхностно-активными веществами, и вообще есть смысл поговорить о сорбции, да, есть слова абсорбция, сорбция, хемосорбция и так далее. Все это связано с поглощением, да, с поглощением веществ, скажем, поверхностью чего-либо, да, поверхностью твердого тела, поверхностью жидкости. Вот, вот это вот называется, так сказать, сорбция, да, веществ, веществ. Так сказать, сорбенты. Сорбенты замечательно что-то очищают. По сути дела, активированный уголь, это тоже сорбент. Есть такой, значит, медицинский препарант. Активированный уголь в таблетках, вот, пожалуйста. Его можно купить в аптеке, черные такие таблеточки. И их применяют, когда, ну, в желудке что-то там лишнее, там, да, назревает какая-то революция в желудке, отравление, или через желудок выделяются токсические вещества из организма, через вот эту поверхность выделяются они. Ну, в случае, скажем, какой-нибудь болезни, там, гриппа, например, какого-нибудь. Вот. И вот это вот там сорбент эти вещества поглощает, не дает им в кишечник всасываться там, повреждать что-нибудь, создавать вам плохое настроение, поднимать температуру, вот, отравлению приводить. Вот это называется сорбенты. Ну, сорбенты и всякие сорбирующие вещества широчайшее применение имеют. Уголь вот этот активированный, березовый уголь, используется, для чего так он не используется? Для очистки сточных вод, для очистки спирта от сивушных масел, так называемых. Для очистки воздуха, кстати говоря. Воздух очищается. Есть даже, так называемые, циолиты. Циолиты – это вещества с богатой внутренней поверхностью, с обширной внутренней поверхностью. Много пор у них. Вот у активированного уголя у него много пор. Пористое вещество. Большой внутренней поверхности. И вот на этой большой внутренней поверхности, внутри пор, газы просто начинают уже при комнатной температуре, могут начинаться ожижаться. Ну, вот в угле при комнатной температуре, в угле и в циолитах ожижаются такие всякие газы, вот, ну, типа, испарившиеся частички чего бы-то, например. Ну, вот частички дыма – это на самом деле деготь летит, да. Вот частички дегтя начинают там сорбироваться, накапливаться. Вот очищает она от дегтя, да, значит, от дыма очищает. Этот самый деготь, значит, там вот остается. Если температуру понизить, специально вот это вот сорбирующее вещество чем-то охлаждать, это делает, значит, емкость, в нее засыпан циолит, или, в конце концов, уж если хотите, для опыта, то, например, уголь, но он уголь не подействует, честно говоря. И охладив азотом, можно добиться того, что в нем будет поглощаться, на этой поверхности будет поглощаться воздух, просто-напросто воздух будет поглощаться очень активно. Это называется сорбционные насосы, то есть он просто, будучи подключенным такой вот насос к какому-то вот объему, просто вберет в себя воздух, заберет. Вот так вот он очистит его от воздуха. Вот такой способ, ну, как называется, создания вакуума, да, эвакуированный объем, да, вакуум создан, вот так вот. Так, ну, тут на картинке всякие молекулки нарисованы. Это молекулки, собственно, даже не молекулки, а некие хвостики, радикалы. Тут вот к чему-то прикреплено, да, вот видите, тут к чему-то прикреплено, к чему-то прикреплено. А здесь на концах эти самые молекулы, которые должны сорбировать все, что попало, да. Вот, например, такая хорошая вещь. Видите, что, у него есть отрицательный кислород, вот прекрасно будет, так сказать, сорбировать, да. Вот тут есть положительно заряженный азот, да, заметили, азот-то ведь положительно заряженный у нас тут, и он будет сорбировать тоже вот этот положительно заряженный азот, отрицательные заряженные частицы, а этот вот будет сорбировать положительно заряженные частицы. Очень активные такие вещи, да. Вот, более того, есть еще такие, называется, ионобменные смолы, да, ионобменные колонки, да, вот так вот их называют. Это тоже некое вещество с богатой внутренней поверхностью, но еще на этой богатой внутренней поверхности, на ней расположены те или иные, значит, анионы или катионы. Вот, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это вот, например, что у нас? Это у нас колонка, называется, она меняется кислородом, ионом водорода, положительно заряженным ионом, то есть катионом, да. Катион водорода уходит в раствор, а из раствора к нему попадает натрий. Заметили? Вот из верхнего состояния в нижний, что у нас переходит? Вместо натрий хлор у нас теперь получается аш-хлор в жидкости, да, в воде. От аш-хлора избавиться достаточно легко, да. Это все-таки кислота, с кем-нибудь она превзамодействует и образует что-нибудь такое вот нерастворимое, да, кого-нибудь там, значит, присовокупиться к кому-нибудь, да. А вот анатрий таким образом можно очистить. А это вот, это значит, было катионообменная колонна, да, а это вот анионообменная колонна, да, тут, наоборот, меняют ОН-группу, меняют на хлор, ОН- минус, да, вот, значит, превращает этот самый натрий-хлор в соль, да, то есть это вроде как попытка очистить морскую воду от соли, да, что мешает пить морскую воду, наличие в ней соли. А вот натрий-ОН, так сказать, химически активное вещество, его удалить уже из раствора проще, натрий-ОН, что АН-хлор, с кем-нибудь, опять же, наоборот, взаимодействует, какой-нибудь осадок образует и все дело в шляпе будет. Ну, вот, очистить можно будет вот от этого особенно нехорошего для воды морской вкуса, который делает и непригодный к питью, к употреблению там в разных целях, там, ну, для мы... Раньше мыло специальное было для того, чтобы мылиться водой, вот. Так вот, что еще вам хочу сказать? Помните, у нас в прошлый раз был с вами разговор о комплексных соединениях, да? Так вот, от комплексных соединений недалеко ушли вот эти вот частицы коллоидных растворов. Окажется, частицы коллоидных растворов... Вот здесь, знаете, что для примера взяли? Взяли такую вот аргентум-йод и калий-йод, да? Аргентум-йод с серебро, с йодом. Иодит-серебра, йодистое серебро и калий-йод. Так вот, йодистое серебро, оно, вообще-то говоря, так вот нерастворимо в воде, оно образует коллоидный раствор. И вот частички вот этого коллоидного раствора. На ее поверхности, вот тут, если посмотреть внимательно, да, образовался некий слой отрицательно заряженных ионов. Прилепились туда ионы йода, йод-минус прилип, если это речь идет о нем, да? Вот йод-минус снаружи окружили их ионы калия, вот, такие вот разные слоями, вот, внешние, внутренние. И вот я вам скажу так, вот, это называется вообще двойной электрический слой. Внутренний слой, вот он достаточно, достаточно, так скажем, жестко связанный. Внутренний слой мягче. И происходит так называемое скольжение. То есть происходит скольжение одного, вот эта вот часть, внешняя часть, да, такая же четкая такая граница, это только у нас тут на картинках бывает, в жизни, конечно, этого быть не может. И вот наружная часть, как липко скользят частицы друг относительно друга в этом растворе, а внешняя часть, она оберегает ее от слепания. Если соседняя частица подойдет близко, растолкав эту оболочку из положительных ионов, она ей мешает подойти близко, да? Поэтому вот частицы не, значит, слепаются друг к другу. Вот тогда они уж, в конце уж сойдутся близко, они тогда уж точно слипнутся. Тут, кстати, для любителей электротехники нарисован, как потенциал меняется электрический. Кто не знает, потенциал, значит, работа, которую нужно затратить, чтобы отнести пробный заряд на бесконечное расстояние туда, да? Ну, вот так вот он меняется, тут потенциал. Вот, так вот, вот это вот частички, я вам уже проболтался, они слипнутся, если их очень близко друг к другу приблизить. Это у меня на следующей картинке показано, вот они. Две частицы, видите, у них эта атмосфера отрицательная, они друг от друга отталкиваются. Да, вот эти отрицательные атмосферы, одинаковые заряды, они отталкиваются, а разные притягиваются. И вот если их достаточно сильно друг к другу приблизить, что трудно мешают атмосферы, они могут слипнуться. Вот, это будет называться коагуляция. Очень плохо, когда, скажем, в молоке начинается коагуляция или в каком-то другом пищевом-то продукте. Ну, часто это такое вы встречаете, молоко, в котором, значит, образовался сверху, всплыл слой жира, который с ним немножко еще такой какой-то, так сказать, кислинкой отдает, да. Вот, с одной стороны, вся эта вот коагуляция помогает получать такие замечательные товары, как сливки, масло, вот, сметану, вот эти вот вещи. Они все из молока получают за счет коагуляции. А представьте себе, что вам молоко нужно хранить, ну, скажем, очень долго, да, очень долго, такие, знаете, есть упаковки длительного хранения. Они-то, конечно, прочная упаковка, она отделяет от воздуха, от микроорганизмов, там внутри все стерильно, микробы не действуют. Но, тем не менее, срок хранения у этого молока ограничен. Все попытки мои сохранить это молоко очень долго, они кончались тем, что в молоке начинает появляться такая, как крупа такая вот из молока, молочная крупа. Начинает идти коагуляция частиц молока. Вы наверняка на некоторых пищевых продуктах, жидких, как правило, типа сок, молоко, читали такие вот слова, гомогенизированные, да, гомо, это, значит, гомогенные, однородные. То есть сделано так, чтобы оно было однородное. Вот из гомогенного состояния, вот этот вот коллоидный раствор, которым являются молочные продукты, и, кстати говоря, соки тоже, всякие фруктовые, это, значит, тоже коллоидные растворы, они начинают вот эти коллоидные частицы слепаться, получается из гомогенного, значит, состояния в гетерогенное, то есть разделяется, ну, то есть теряются те органолептические свойства, которые, значит, присущи вот исходному товару, соку или молоку. Ну, для того, чтобы придать гомогенизацию, гомогенность сделать, да, вот прекратить вот этот вот процесс объединения друг с другом, мицел, так называют, вот иногда добавлять всякие присадки к пищевому продукту, по возможности безвредные. Кстати, надо к этим всем присадкам относиться достаточно спокойно, потому что, ну, во-первых, без них нам жить тяжело, а, во-вторых, не так уж они вредные, вокруг нас много достаточно других вредностей, да, вообще, как говорят, вообще, так сказать, жить вредно, да, вот. От жизни вообще люди умирают, между прочим, именно от жизни. Вот такие вот дела. Так, ну, что вам рассказать про все эти вот коллоидные растворы? Важнейшая вещь, вся наша пища – коллоидные растворы. Более того, растворы, которые чуть-чуть являются коллоидными, ну, хотя, значит, чуть-чуть, так сказать, кровь – коллоидный раствор. Коллоидный раствор, в котором одновременно присутствует и молекулярный раствор, белки, например, в воде, а кровь наша, простите, все-таки вода. В основном растворяются сахара, молекулярный раствор образует соль, натрий, хлор, она у нас тоже в крови, простите, растворена, образует ионный раствор. И есть разного рода там коллоидные частицы. Коллоидные частицы играют в этом случае, их роль коллоидных частиц исполняют, как это называется, форменные образования крови. Вот это, если называется, эритроциты, лейкоциты. Собственно говоря, все жидкости человеческого тела, так сказать, постоянно в ней присутствующие, работающие, являются коллоидными растворами той или иной концентрации, той или иной степени. Кровь, лимфа, желчь, моча, разного рода слизи. Ведь все наши слизистые оболочки покрыты слизью, слизями. Так вот, у этих веществ, у, собственно говоря, коллоидных растворов, по большому счету, есть удивительное и очень важное для человеческой жизни свойство. Свойство заключается в следующем. Вот представьте себе течение жидкости, например, воды. Или масла подсолнечного, вот когда его выливают из бутылки на сковородку. Можете себе представить, например, падение внутри воды, значит, в сосуде с водой на дно, утопание какого-то предмета, да, ну, я не знаю, что вы туда бросили. Бросили вот туда, например, дробинку там, или это тонет Титаник, да, красиво снятый Голливудом. Или это, например, внутри масла, такой опыт есть, а пусть бросают, так сказать, дробинку, да. Так вот, свойство оказывается следующее. Во всех этих материях, во всех этих жидкостях сопротивление, то есть коэффициент, который связывает скорость движения с сопротивлением, называется он, так сказать, вязкость. Эта вязкость не зависит от скорости движения. То есть, если вы начинаете очень быстро пытаться двигаться в жидкости, например, корабль быстро хочет развить большую скорость. Ну, например, торпеда летит там какая-нибудь реактивная под водой, то увеличение скорости дается за счет расходования мощности двигателя. Только так. А вот коллоидные растворы, такие как наша кровь, у них нет такого свойства. Чем у них вот это вот слепание частиц друг с другом, да, видите, вот они скользят друг по другу, они соприкоснулись, как сказать, атмосферами, так вот хочется назвать, да. Вот это вот область скольжения. Атмосферы друг по другу скользят, скользят, медленно слепаются, притягиваются, объединяются. Если увеличить скорость движения, им уже слепаться будет некогда. Слипаться будет некогда, и они будут двигаться уже не успевая слипнуться друг с другом. То есть, получается, что у растворов типа коллоидных, у некоторых, кстати говоря, расплавов полимеров тоже это производят, полимеры друг с другом тоже взаимодействуют. Хотя полимеры это тоже в своего рода коллоидные некие частицы. Вспомните хотя бы вот набухание резины в бензине, да, например, это вот происходит как раз образование, разбухает, это вот коллоидный раствор бензина в резине. Но потом еще каучок начинает растворяться, да, вот, иногда, если плохая резина очень. Вот, и не успевают они друг с другом взаимодействовать на большой скорости. Получается, что чем больше скорость, тем меньше вязкость. Вот удивительно. Ну, люди, сдававшие кровь из пальца, помнят эту неприятную процедуру, после прокола долго-долго пытаются выдавить из похолодевших от ужаса пальцев, значит, ребенка кровь. А вот кровь, когда берут из вены, она прям булькает. Там скорость движения больше, больше расход, понимаете как. Жидкости коллоидные, когда движутся с большой скоростью, они уже движутся легко, и главное разогнать, да, тогда не побегут. Кровь из-за разорванной, значит, больших этих самых трубопроводов, да, хотел сказать, сосудов, бьет фонтаном бывает, да, ее не остановить. Хотя из маленьких, она под маленьким давлением, еле-еле течет, слипается, вот, отнюдь не похоже на жидкости. Это очень важно для нашей всей дыхательной системы. Я однажды как-то рассказывал, скажу еще раз, все наши легкие покрыты слизью. Мы ходим вертикально, да, мы прямоходящие. Эта слизь имеет тенденцию стекать вниз. Вниз она стекает, себе и стекает, стекает и стекает, да. И вот представляете себе, она вся, в конце концов, течет вниз в легкие, будет легкие наполняться. Как бы все было бы, если бы не покашливали? Когда мы покашливаем, мы даем импульс этой слизи, она поднимается кверху. А вниз она уже течет медленно, без всякого импульса. Еще раз кашляли, она еще раз поднялась кверху. И таким образом мы обеспечиваем, вот, за счет вот этой вот коллоидности этой слизи, покрывающей нашу слизистую поверхность в легких, вот это вот извлечение слизи из организма. Значит, при всяких острых респираторных заболеваниях, например, при воспалении легких, значит, самое страшное для человека, это то, что меняется вот эта вот зависимость коэффициента вязкости от скорости. И слизь начинает стекать вниз. Вот как. Она перестает зависеть от скорости и начинает течь вниз. Мы уже не можем ее удержать, да. И вот это самое опасное для человека, больного воспалением легких, накапливание жидкости в легких. Вот связано это именно с этим процессом. Ну вот, у нас впереди с вами еще одно свидание по поводу химии. Называется оно расставание с химией или прощание с химией. Вообще, как-то вот, на слез жалко мне заканчивать этот цикл. Не знаю почему. Может, душа что-нибудь чувствует. Вот. Ну вот, заканчиваем сегодняшнюю передачу. И готовимся в следующий раз к прощанию с химией. Всего доброго вам, удачи. Субтитры подогнал «Симон»!